Если в вашей работе встречаются таблицы, которые не умещаются в ваш экран, то вам должен очень понравиться следующий простой трюк с использованием условного форматирования. Дело в том, что можно при помощи одного простого правила условного форматирования и буквально однострочного макроса включить автоматическую подсветку выделения цветом текущей строки, то есть строки, где стоит активная ячейка. Давайте я покажу, как это работает в сделанном варианте. Смотрите. При щелчке по любой ячейке автоматически выделяется цветом вся строка. Если я буду перемещаться по листу при помощи стрелок на клавиатуре вниз или вверх, влево или вправо, это тоже замечательно работает. Не нужно больше ломать глаза, прикладывать к экрану деревянную линейку и делать другие страшные вещи. Давайте же попробуем такое реализовать. Главной идеей здесь будет использование в правиле условного форматирования стандартной функции Microsoft Excel ячейка. Эта функция умеет выдавать массу полезной информации о заданной ячейке. Давайте я ее введу куда-нибудь на лист сначала, чтобы показать, как она работает. Первым аргументом этой функции будет как раз тип информации, который мы хотим получить. Можно узнать адрес любой заданной ячейки, защищена ли она или нет, имя файла, в котором мы находимся, есть ли в ячейке текстовый префикс и так далее и тому подобное. Вот, например, если я хочу получить номер строки, то должен выбрать значение этого параметра строка, ну а вторым аргументом задать ячейку, о которой я хочу получить эту информацию. Ну, например, ячейку А5. Смотрите, нажмем на Enter и получим, естественно, пятерочку, потому что номер строки ячейки А5 пятый. Хитрый момент тут заключается в том, что второй аргумент у этой функции на самом деле является необязательным. Смотрите, он даже помечен квадратными скобками в подсказке, а это у Microsoft Excel признак того, что аргумент является необязательным для функции. Если мы его не указываем, то вся запрошенная информация выдается о текущей ячейке, то есть той, в которой мы сейчас находимся. Смотрите, нажимая на Enter и получаем уже двойку, потому что мы запросили теперь номер строки для текущей Е2 ячейки, в которой, собственно, эта функция и находится. Как же это применить в правиле условного форматирования? А вот смотрите. Начнем с выделения, естественно, всех строк в нашей таблице, которые должны подсвечиваться вот так вот цветом. В нашем случае это все данные, кроме шапки. Для быстрого выделения, встав на первую ячейку, использую сочетание клавиш Ctrl-Shift-End. А чтобы быстро вернуться в начало выделенного диапазона, нажму Ctrl-Backspace. Создаем правило условного форматирования. Это дело нам уже привычное. Условное форматирование на главной, команда Создать правило, тип правила Использовать формулу для определения форматируемых ячейок. А формула будет следующая. Мы используем функцию Строка, которая определяет номер строки для заданной ячейки. В качестве такой ячейки указываем первую ячейку нашего выделенного диапазона. Тут же, используя клавишу F4, несколько раз убираем все знаки долларов, чтобы ссылка стала относительной. Таким образом, сейчас наша формула определяет номер строки для любой ячейки в выделенном диапазоне. И если этот номер строки равен номеру строки для текущей ячейки, а это, как мы уже выяснили, нам выдает функция Ячейка, у которой первый параметр Строка, в кавычках, обратите внимание. Теперь давайте выберем цвет заливки. И нажмем на ОК, чтобы посмотреть, как все это работает. Для первой строки, в которой у нас стояла активная ячейка, все выделилось, сработало замечательно, но для других строк, смотрите, почему-то это все не работает. Так происходит потому, что событие изменения выделения ячейок на листе, к сожалению, в Microsoft Excel не является событием, по которому Excel запускает пересчет формул, и в том числе правил условного форматирования. Вот если бы мы меняли содержимое какой-то ячейки, например, я двойным щелчком сейчас зайду в ячейку и нажму на Enter, вот это событие изменения ячейки вызывает пересчет листа формул и условного форматирования, а выделение — это не изменение данных, поэтому пересчет формул и перекраска условного форматирования не включаются. Запустить такой пересчет принудительно, не меняя содержимое ячеек, можно двумя способами. Во-первых, можно использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-F9, но его придется сжать каждый раз, и для нашей ситуации, сами понимаете, это совсем неудобно. Второй способ — это использовать простой макрос. Щелкнем правой кнопкой мышки по ярлыку текущего листа и выберем в контекстном меню команду «Просмотреть код». В старых версиях Microsoft Excel она может называться «Исходный текст» или «Исходный код». Откроется окно редактора макросов Visual Basic, где мы с вами сразу попадем в модуль текущего листа. В этот модуль нужно будет скопировать и вставить код нашего макроса. Выглядит он вот так. Технически это макрос, который обрабатывает события изменения выделения, то есть перемещения активной ячейки по нашему рабочему листу. И если такое перемещение случилось, то мы, во-первых, проверяем, сколько именно ячейк сейчас выделено. Если больше одной, то ничего не делаем, выходим из нашего макроса. А если выделен не целый большой диапазон, а всего лишь одна ячейка, как мы и хотели, то мы запускаем пересчет формул для текущей ячейки. Это вызовет пересчет правил условного форматирования и обновления цвета. Давайте проверим, как это работает. Закрою редактор Visual Basic и пощелкаем по ячейкам на нашем листе. Ура! А чтобы было совсем хорошо, давайте добавим еще одно усовершенствование. Скорее всего, в реальной жизни вам такой режим подсветки строки нужен будет не все время, а только в какие-то определенные периоды работы с таблицей. Чтобы иметь возможность включать и выключать такую подсветку, имеет смысл добавить небольшой переключатель. Проще всего его реализовать при помощи классического выпадающего списка Microsoft Excel, который я в данном случае заранее сделал через вкладку «Данные», «Проверка данных» и затем в открывшемся окне выбрал тип данных «Список» и ввел сюда через точку с запятой обратить внимание все варианты, которые должны выпадать. Тут их два, включено и выключено. Когда такой выпадающий список сделан, осталось привязать его к нашему правилу условного форматирования. Для этого вернемся на вкладку «Главное». Еще раз откроем «Условное форматирование управления правилами». Выберем этот лист в качестве объекта и двойным щелчком откроем наше созданное правило подсветки. Добавим сюда функцию «И», которая будет проверять два условия. Первым будет наша имеющаяся формула на равенстве номеров строк, а вторым условием будет проверка нашего выпадающего списка в ячейке А2 на предмет того, равен ли он в «Кл». Теперь только если оба эти условия выполняются, и первое и второе, будет включаться подсветка строки, чего мы и хотели. Нажмем на «Ок» и проверим, как теперь это работает. Когда подсветка включена, строки выделяются. Когда нам эта подсветка не нужна, мы ее выключаем. Нам ничего больше не мешает. Включаем обратно. И красота снова на месте. Вот такой простой, изящный и, по-моему, весьма удобный лайфхак. Надеюсь, вы найдете, куда применить это в своих немаленьких таблицах. Единственное, что хотелось бы добавить в догон, это необходимость сохранить файл в формате с поддержкой макроса, в формате .xlsm или .xlsb, поскольку внутри теперь работает наш макрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова